Будучи пользователем программы Blender, вы, вероятно, слышали о DaVinci Resolve и его мощном наборе инструментов для цветокоррекции. И действительно, сейчас Resolve очень популярен. Его используют профессионалы в своей отрасли, а также любители-создатели контента, особенно учитывая, что у него есть абсолютно бесплатная версия. Возможно, вы уже давно хотели попробовать поработать с Resolve и интегрировать его в свой рабочий процесс по созданию трехмерной анимации, начав с программы Blender, а затем обработать материал в Resolve, но вы просто не знаете, с чего начать, и вам нужно разобраться в очень многих вещах. Какой формат использовать для экспорта готовых роликов? И как это связано с управлением цветом в Blender и как, черт возьми, добиться того, чтобы отснятый в Blender материал выглядел правильно в Resolve? Возможно, вы пытались импортировать туда 32-битные файлы, и это выглядело ужасно. Именно поэтому мы сняли это видео и написали этот курс, чтобы помочь вам разобраться. Предупреждаем, что в этой теме может быть сложно разобраться, поскольку здесь много технических терминов и понятий, которые нужно усвоить. Это немного похоже на видео по математике или программированию, поэтому если вы чувствуете, что вам трудно, просто знайте, что это совершенно нормально и в конце концов вы во всем разберетесь. Не стесняйтесь изучать материал в своем собственном темпе. Первое, что нужно сделать, это выбрать формат для экспорта роликов из Blender. Ключевым моментом является сохранение динамического диапазона, который дает нам Blender. Чтобы иметь возможность регулировать экспозицию в постобработке, как мы это делаем в Blender. Чтобы использовать преобразования, такие как X или Filmic или что-то подобное, как мы это делаем в Blender. Другими словами, как сохранить цветовое оформление в разрешении, которое выглядит как наложение слоев. К сожалению, форматы файлов, такие как IN или Fmpeg, не подходят для этой цели. При использовании таких форматов данные преобразуются в контейнер для отображения, и хотя при предварительном просмотре в программе Resolve это выглядит нормально. На самом деле это будет выглядеть так же, как в Blender, когда мы пытаемся уменьшить экспозицию или что-то изменить. Мы замечаем, что это просто не работает. При сохранении в формате IN или любом другом формате, теряется широкий диапазон яркости. Что, конечно, очень неудобно и просто бесит, когда приходится редактировать отснятый материал в программе Resolve. При использовании форматов, предназначенных для редактирования, очень легко обрезать или перенасытить цвета, а также сделать еще много неприятных вещей. С другой стороны, формат OpenXR позволяет сохранить все данные, созданные в программах Cycles или Eevee. Это означает, что необработанные данные сохраняются в полном объеме, и мы можем настроить экспозицию в процессе постобработки. И формат OpenXR работает так, что если провести аналогию с фотографией, представьте, что на фотографии ничего не обрезано. Представьте бесконечный диапазон, сохраненный в формате RAW. Или давайте скажем так, форматы файлов, такие как IN, ограничены диапазоном яркости от 0 до 1, где 1 это самое яркое значение, за пределами которого информация отсутствует, а промежуточные форматы, такие как XR, не ограничены. Таким образом, при постобработке вы просто извлекаете данные из этого бесконечного контейнера, чтобы настроить финальную экспозицию, которая будет показана зрителю. Преимущества использования нежатых данных изображения не ограничиваются гибкой настройкой экспозиции. При работе с OpenXR вы можете свободно выбирать, как будут отображаться цвета в целом. Это называется преобразованием отображения, и оно похоже на выбор химических веществ, которые будут использоваться для обработки кинопленки. Химические вещества, используемые для преобразования тонов в картинах да Винчи, сильно отличаются от химических веществ, используемых в AGX, или в кинопленке, или в пользовательских преобразованиях отображения. Подробнее об этом позже. Чтобы экспортировать отснятый материал в формате OpenXR, нам нужно всего лишь зайти в настройки вывода и выбрать формат файла OpenXR . А затем можно выбрать 32-битный формат с плавающей запятой, или его половину, 16-битный XR, чего обычно более чем достаточно для сохранения промежуточных кадров. Чтобы избежать путаницы, 16 лет битный XR принципиально ничем не отличается от 32-битного. Может показаться, что мы изменили формат, но на самом деле это просто чуть менее точная версия. Что практически не имеет значения, если вы собираетесь использовать ее в качестве видео, а не для смещения или каких-то технических целей. Наконец, есть очень эффективные кодеки, которые мы можем выбрать, начиная от кодиков без потерь и заканчивая кодиками с потерями, например 2A, которые на самом деле гораздо эффективнее, чем IN, с точки зрения сжатия. Чтобы еще больше подчеркнуть этот момент, при хранении в формате с половиной точностью и кодиком 2A, средний файл XR получается меньше, чем файл IN, но при этом сохраняет более широкий диапазон цветов. Как ни парадоксально, но он также быстрее записывается и считывается, а обработка альфа-канала не вызывает никаких проблем. Почему вместо IN чаще используется OpenXR, а не просто лучше? Ну, помимо того, что о нем мало кто знает, и по умолчанию используется вывод в формате IN, есть еще одна проблема. В проводнике Windows нет простого способа просмотра файлов в формате EXR. Это может сбивать с толку, но вы не можете просто открыть файл в формате OpenXR. Забавно, но вам понадобится сторонний просмотрщик, например, Xenvai, чтобы открывать файлы в формате EXR в Windows или, что еще лучше, что-то вроде DW. Бесплатного инструмента для просмотра изображений в формате EXR. Дело в том, что вам все равно придется указать правильное преобразование изображения. В DW мы можем выбрать цветовое пространство изображения, а затем нажать кнопку плюс, чтобы добавить файл конфигурации OpenColor.io. К сожалению, он не поддерживает текущую версию Blender, но если у вас где-то есть Blender 30, вы можете подключить его к файлу конфигурации Blender 30. Он называется Config. Затем мы можем выбрать линейное цветовое пространство в настройках изображения и кинематографическое в настройках отображения. И это будет преобразование изображения из Blender в формат EXR. Это неплохо, но мы все равно можем просмотреть его в Resolve, так что давайте перейдем к нему. О, важное замечание. Resolve довольно чувствителен к порядку файлов, поэтому если вы не пропустили кадры и все файлы пронумерованы по порядку, вы можете просто перетащить эту последовательность в Resolve. И он правильно ее интерпретирует. Если в названиях файлов есть расхождение, например 10305, очевидно, что были пропущены некоторые кадры. Тогда по крайней мере в Windows мы можем выбрать последний файл, щелкнуть по первому, нажать F2, чтобы переименовать его, и тогда он будет в порядке. Тогда мы можем просто открыть вкладку редактирования, затем выбрать медиафайл и импортировать несколько уже готовых последовательностей. Но в основном нам нужно будет только открыть папку с файлами, которые мы только что обработали, и перетащить их на таймлайн. И вот появилась новая последовательность. Надеюсь, она будет распознана как последовательность, а это значит, что мы все сделали правильно. Я удалю ее, а также эту, и буду использовать ту, которую уже импортировал. Это огонь. Последовательность в формате EXER. Если она воспроизводится слишком медленно или слишком быстро, то нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по последовательности, перейти в раздел атрибутов клипа и проверить частоту кадров видео, которая в данном случае должна составлять 24 кадра в секунду. Хорошо, по крайней мере, она воспроизводится. Теперь давайте перетащим остальные файлы на таймлайн, а также этот файл. Ладно, я уверен, что ты заметил, что предварительный просмотр выглядит совсем не так, как в Blender. Что здесь происходит? Кстати, именно так это выглядело бы в Blender, если бы мы открыли меню преобразование вида и выбрали RAW, то есть вообще не применяли никаких преобразований. Вот так выглядит линейный видеоряд в формате EXER без применения преобразования вида. Но в Blender, конечно же, есть потрясающие преобразования вида, такие как Filmic X и другие, которые отлично работают при различных условиях экспозиции. Подробнее об этом позже. Чтобы настроить управление цветом в Resolve, мы можем перейти в настройки проекта или нажать на значок шестеренки. Затем перейти в раздел управления цветом и попробовать настроить его здесь, в меню наука о цвете, вручную задав все параметры, такие как входные и выходные данные. Но на самом деле есть более простой способ сделать это, или по крайней мере способ, который позволит вам лучше понять процесс управления цветом. В этом уроке вместо настройки в параметрах проекта, я покажу вам как это сделать с помощью узлов на вкладке цвет. Здесь нам не нужно ничего настраивать, просто чтобы было понятно. Поэтому я оставлю все настройки по умолчанию, а в разделе наука о цвете выберу DaVinci и Orgp, что очень важно. Иначе, скорее всего, метод, который я собираюсь вам показать, не будет работать правильно. Единственное, что я изменю в настройках проекта, это фильтр масштабирования изображения. Я поменяю режим на бикубический или линейный. Если мы этого не сделаем, при масштабировании наших файлов EXR будут появляться ужасные артефакты. Ну, что мы имеем в виду, когда говорим ужасные? Видите, как сильно выделяется этот край с высокой контрастностью? Вот что я имею в виду. Итак, давайте настроим процесс управления цветом вручную с помощью вкладки цвет. Здесь у нас есть нот персонаж, нам просто нужно открыть вкладку эффекты, если она была закрыта, затем выбрать клипы, которые мы хотим отредактировать, например, этот клип с огнем, и найти эффект преобразования цветового пространства. Вот он, поместите его в свободный нот. Я назову этот нот сид, что означает преобразование цветового пространства. Сейчас я покажу вам, пожалуй, самый быстрый способ подготовить отснятый материал в формате EXR для корректного просмотра в DaVinci Resolve с использованием встроенных инструментов. Это не самый надежный способ, но он позволяет быстро получить хороший результат. Под хорошим результатом я подразумеваю нечто напоминающее по качеству цветопередачи формат EX, но с использованием только встроенных инструментов DaVinci Resolve, которые предоставляются бесплатно. Мы только что добавили эффект преобразования цветового пространства. Это сделано для того, чтобы заинтересовать вас, потому что в более сложных видео из этой серии, которые можно скачать бесплатно, мы расскажем, как изменить фактически цвета исходного материала в формате EXR. Другими словами, как выполнить цветокоррекцию. Но сначала о главном. Итак, входное цветовое пространство должно быть REC709, входная гамма линейная, потому что именно так используются файлы EXR. И на самом деле стоит отметить, что независимо от того, какое цветовое пространство вы выбрали в Блендер при экспорте файлов EXR. В меню управления цветом в основном в этом полном меню, включая экспозицию и гамму, это не имеет значения. Файлы всегда будут кодироваться в формате REC709. Это просто нужно запомнить. Затем в качестве выходного цветового пространства можно выбрать REC709 и выходную гамму SRAC, если мы хотим получить тот же результат, что и в Блендер. На том же типе дисплея. Ну, возможно, если вы хотите подстраховаться, то гамма может быть равна 2,2 или 2,4. Это может привести к тому, что тени будут выглядеть немного светлее на некоторых дисплеях, и невозможно предугадать, какой монитор будет у пользователя. Но некоторые специалисты по цветокоррекции утверждают, что это все же лучше, чем использовать функцию SRAC с кусочно-линейной зависимостью, которая может привести к тому, что тени будут выглядеть слишком темными на некоторых мониторах. Я знаю, что разница между выводом в формате SRAC и гамма цветом 2,2 и 2,4 может показаться непонятной. Мы часто используем технические термины, не объясняя их, но я обещаю, что мы рассмотрим это в следующем видео из этой серии. А пока давайте просто установим вывод в формате SRAC и оставим остальные настройки без изменений. Просто обратите внимание, что эти дополнительные параметры в нижней части окна отключены. Вот и все настройки. Можете их скопировать. Хорошо, теперь нам нужно сделать еще кое-что. Мы только что настроили в программе Resolve, как интерпретировать наш линейный формат REC 709 для отображения с помощью этого меню. Но здесь есть еще одно меню, которое называется преобразование тонов и по умолчанию установлено в DaVinci. На самом деле сейчас оно не выполняет никаких функций, поэтому мы можем временно отключить его, установив значение нет. Теперь давайте разберемся, что такое преобразование тонов и зачем оно нужно. Разве мы только что не объяснили, как правильно интерпретировать наш линейный формат REC 709? Ну в общем да и нет. Эти входы и выходы определяют базовое преобразование изображения, но в программе Resolve, чтобы изображение выглядело хорошо. Вам также нужно будет поиграть с настройками преобразования тонов. В программе Resolve это преобразование разбито на несколько подразделов. В Blender все немного по-другому. В Blender преобразование изображения, например в формате Filmic, включает в себя как преобразование изображения, так и настройку тонов. На самом деле если бы мы хотели убрать эффект волшебства, нам пришлось бы переключиться на стандартный формат. То, что называется тональным отображением и разрешением, будет отключено и мы получим ужасные блики, мы потеряем все тональные качества, которые были в исходном изображении. И Blender просто наивно отобразит все значения HDR и на этом все. Повторюсь, проблема с отсутствием правильного тонального отображения в Blender или в Resolve, заключается в том, что без него часть динамического диапазона. А именно яркие и насыщенные участки после преобразования изображения окажутся за пределами видимого диапазона. Это было бы очень печально. Надеюсь я понятно объясняю, потому что разные программы используют разные технические термины, и это может запутать. Как правило термины такие как тональное отображение, преобразование изображения, отображение динамического диапазона или преобразование вида, означают одно и то же процесс преобразования одного цветового пространства в другое. Некоторые программы такие как Resolve выделяют особую часть, называя ее тональным отображением и делают ее отдельным под меню, которое предназначено для обработки ярких и насыщенных участков изображения. Давайте будем называть ее так. Если что-то из этого не совсем понятно или вообще не имеет смысла, то это нормально, что вы запутались в управлении цветом. Мы используем множество понятий и терминов, таких как S-Rack, плинейные и так далее. Можете расслабиться и пересмотреть любые разделы если хотите, и я обещаю, что в конце концов все станет понятно. Включаю расслабляющее щебетание птиц. В Блендер у нас есть очень сложные и крутые преобразования вида с функцией тонального отображения, такие как Filmic и X, которые изящно обрабатывают яркие и насыщенные участки изображения. Теперь я покажу, как это настроить в Resolve. Ну, это то, что я собираюсь показать во второй части. Даже несмотря на то, что позже мы рассмотрим различные методы преобразования изображения, включая X, Filmic и другие. Сейчас давайте взглянем на собственное тональное отображение да Винчи. Если мы включим его, а затем установим флажок «Использовать пользовательский максимальный ввод» и увеличим максимальный ввод, мы сможем, вы заметите, что-то очень похожее на Filmic и X. А также то, как были сняты основные моменты. В этом есть какой-то смысл. Для измерения яркости используются светочувствительные элементы, поэтому, увеличивая этот предел, мы, по сути, позволяем свету более высокой интенсивности достигать экрана. Отсюда и изящный откат. Ладно, обычно я перестраховываюсь и поднимаю этот потолок до 10к до конца, хотя кажется, что это очень эффективно. Здесь немного. Что это значит? В нем больше нет ядерного желтого цвета, и из-за этого уже кажется, что он может стать достойной альтернативой Filmic. Хотя при ближайшем рассмотрении кажется, что Filmic все еще сохраняет немного больше деталей в горячих областях, несколько снижая их насыщенность в очень холодном свете. Способ. Как бы то ни было, трансформация дисплея от DaVinci выглядит не так уж плохо. Придет время, когда мы поговорим именно об этих вещах в другом видео. А пока давайте остановимся на том, что нужно сделать для создания достойного видео в Resolve. На самом деле, настройка преобразования дисплея означает, что мы также можем правильно управлять экспозицией. Как же это здорово, иметь возможность регулировать экспозицию в посте. Кинематографисты отдали бы свою левую руку только за то, чтобы иметь такую возможность. Позволь мне показать тебе, как это делается. Я щелкну правой кнопкой мыши и добавлю еще один правильный узел, и помещу его перед преобразованием цветового пространства. Это и будет наша экспозиция. Если переместить точку кривой RACP влево, это будет означать увеличение коэффициента усиления или экспозиции, а если переместить ее вниз, то это будет означать уменьшение коэффициента усиления или экспозиции. Важным моментом в этой конфигурации узлов является то, что мы меняем коэффициент усиления, который фактически представляет собой операцию линейного умножения в линейном режиме 700 и в ночном режиме. Это происходит до того, как изображение будет преобразовано в цветовое пространство монитора. Но это происходит до того, как изображение попадает в цветовое пространство монитора. Вот почему это работает. Нам очень повезло, что в Resolve поддерживаются линейные значения освещенности. Это своего рода роскошь, учитывая, что многие приложения не поддерживают линейные рабочие процессы. Но давайте не будем об этом. Теперь у нас есть возможность регулировать экспозицию. Чтобы проверить это в разных условиях, я включу этот клип, а затем нажму на первой из них средней кнопкой мыши, чтобы выбрать настройки управления цветом. И сделаю то же самое для этого клипа. Довольно круто, очень круто. Если исходный материал содержит не слишком много цветов, то Der Ceeve Da Vinci работает хорошо. Для сравнения, вот как это будет выглядеть в Blender с Filmic. Близко к идеалу. На мой взгляд, это показывает, что мы добились успеха в Resolve. Филмик не идеален, не поймите меня неправильно, но в любом случае это очень хороший способ преобразования. Я думаю, что получение довольно похожего отображения цветов в Resolve с помощью встроенных инструментов можно считать победой. Таким образом, вы можете видеть, что несмотря на различия в программном обеспечении, эта панель в Blender и эта панель в Resolve могут выдавать довольно похожие результаты. И, конечно же, есть дополнительные функции, такие как ползунок адаптации, который, похоже, является еще одним способом управления экспозицией. А еще есть функция отображения гаммы, которую можно настроить на жатие насыщенности, что позволит ограничить количество цветов, которые может отображать преобразователь. Это может быть полезно, например, при работе с очень насыщенными источниками. Но если вы только начинаете разбираться в преобразованиях цветового пространства, вам не нужно углубляться в эти настройки. И, наконец, в нижней части этой панели есть дополнительные флажки для настройки функции передачи оптических данных. Мы еще не рассматривали их. Позвольте мне сказать, что при преобразовании данных в формат EXER, всегда нужно проверять функцию передачи оптических данных. Но поскольку мы просто пытаемся быстро просмотреть наши EXER-файлы, не вдаваясь в подробности, мы можем пока не обращать внимание на эти дополнительные настройки. И вернуться к ним позже, когда будем изучать более сложные видео. Итак, это был наш первый взгляд на то, как работает панель управления цветом в Blender и преобразование цветового пространства в Resolve. Как обе эти системы управляют данными EXER, чтобы они превратились в красивое изображение с помощью преобразования данных и небольшой корректировки тона. Кстати, прежде чем я снова начну убеждать вас пройти четырехчасовой курс по управлению цветом и работе с Resolve, на нашем сайте Гмраут бесплатно. Или воспользоваться старой доброй моделью монетизации плати сколько хочешь. Позволь мне вкратце рассказать тебе о процессе и дать рецепт для воссоздания уровня контрастности в кадре и в формате EX, используя технику одной ноты в программе Resolve. Эксер. Но это не настоящий фильм и не EX, для этого у нас будет отдельное видео. Просто что-то в этом роде. На этот раз я буду действовать очень быстро. Вот последовательность EX, только что экспортированная из Blender. Пока еще нет преобразования отображения, поэтому в предварительном просмотре отображаются неправильные цвета. Чтобы исправить это, зайдите на вкладку «Цвет», убедитесь, что вкладка «Эффекты» также открыта, найдите эффект преобразования цветового пространства. И просто поместите его на правильный узел, тот который находится там по умолчанию. Затем установите цветовое пространство ввода на REC709. Я делаю это, вводя первую букву, а цветовую гамму ввода на линейную. Выходное цветовое пространство также должно быть REC709, а выходная гамма может быть RECP. И если вы не установите дополнительные флажки OTH в нижней части этой панели, это будет выглядеть почти как филмик в Blender с точки зрения общего контраста. Хотя технически при преобразовании дисплея он всегда должен быть включен, я имею в виду прямой OTH, но не обращайте внимания. Хорошо, установите отображение тонов на DaVinci, а затем увеличьте максимальную вязку до 10к или что-то в этом роде. Не стесняйтесь копировать эти настройки. Это будет выглядеть почти как в кино, с точки зрения отображения этих данных Access на экране. И, как вы можете видеть, это довольно близко к реальности. Разница между филмик и собственным дарт от DaVinci довольно минимальна, по крайней мере в этих примерах. Затем, чтобы воссоздать уровни контрастности как в X, конечно не в этой итерации, а в целом. Просто установите выходную гамму на 2,4 и включите флажок «Применить вперед». Давайте поиграем в эту игру, братишка. Обещаю, что объясню, что означают эти настройки в следующем видео. В общем, эти настройки должны сделать изображение более похожим на X, если говорить об общем контрасте. Если вам нужен ползунок экспозиции, как в блендер, добавьте еще один корректирующий узел перед преобразованием цветового пространства. И переместите верхнюю часть кривой влево или вправо или вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить экспозицию или количество света, попадающего на датчик виртуальной камеры. Довольно круто. Это был наш первый опыт работы с открытием и обработкой файлов в формате XR в бесплатной версии DaVinci Resolve с помощью узла преобразования цветового пространства. И как вы можете видеть, на это уходит всего полминуты. Это хорошее начало, и я уверен, что вы получили первое представление о предмете. Однако этот подход с использованием одного узла имеет определенные недостатки, когда речь идет о действительно ярких цветах, например, в синтетическом цветовом диапазоне. Использование только одного узла для преобразования изображения приводит к тому, что насыщенные цвета сливаются в шесть основных цветов, которые Трой Сабота называет ненавистными. Красный, желтый, ярко-голубой, насыщенный фиолетовый и так далее. Это не недостаток отображения тонов в DaVinci. Просто для этого требуются дополнительные шаги, которые мы не использовали в этом видео. И, конечно же, если вы смотрите это видео и серию видеоуроков, вы хотите узнать, как сделать следующий шаг и изменить цвета исходного изображения, используя творческий подход. Не просто правильно настроить предварительный просмотр, а сделать что-то более интересное. И я уверен, что вы также хотите узнать, как использовать потрясающие эффекты X и Filmic в программе Resolve. Не просто использовать встроенные инструменты, а применять их по-настоящему. Я знаю это наверняка, потому что это самый часто задаваемый вопрос. Поэтому я рекомендую вам посмотреть наше видео о профессиональной цветокоррекции и весь курс, доступный на Гмраут. Там вас ждет настоящее приключение, и не за платным доступом, а просто по нажатию кнопки. Хотя курс и доступен бесплатно, я был бы очень признателен, если бы вы поддержали авторов курса, пожертвовав любую сумму, которая вам по силам. Курс начинается с нуля, а затем цена постепенно увеличивается пока не достигнет предела. Просто выберите, как вам кажется, подходящий смайлик из этого списка. Продолжение следует...